Здравствуйте! В эфире программа Медиаполе. С вами Владимир Тикус. Сегодня мы поговорим о такой важной и в политическом, и в экономическом, и в социальном смысле вещи, как российское кино. 7 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2016 годом российского кино. Планировалось, что это должно привести к изменению ситуации в нашей киноиндустрии. Не сомневаюсь, что наступающий год кино будет таким же интересным, ярким, творческим, станет еще одним шагом к утверждению в нашем обществе высоких моральных принципов и эстетических вкусов. Мы вспомним все великие достижения нашего кинематографа, попытаемся найти лучшие решения для развития отечественной киноиндустрии. И это, конечно же, правильно. Ведь роль кино сложно переоценить. Оно влияет на формирование культуры мышления, внедряет те или иные поведенческие алгоритмы, а иногда даже угадывает будущее. Еще Владимир Ильич Ленин в своих работах отмечал, что из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. Фильм, фильм, фильм. Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Среди тех российских деятелей культуры, кто понимает, что такое настоящее киноискусство, это известие вызвало настоящее ликование. Кстати, создатель советского государства совершенно правильно подметил тенденцию, упомянув рядышком кино и цирк. Зачастую в последние годы эксперименты с первым превращаются во второе. А если еще глубже копнуть, то российское кино как отечественные автомобили. Их производство поддерживают обеими руками, но ездят почему-то все равно на иномарках. Недаром один коллега заметил, что как не возьмутся наши за картину, все равно получается классический советский «Жигуль». До окончания года российского кино осталось три месяца. Чиновники строчат победные реляции, режиссеры продолжают азартно, примериваются к бюджетам. Прокатчики, глаза которых как будто превратились в монеты, потирают руки. Действительно цифры внушают. Доля отечественного кино выросла. Чтобы достичь эффекта схемы господдержки переделали. Бюджетное финансирование массовых фильмов передали от Министерства культуры фонду кино. Тот стал финансировать меньшее число картин, но на большие суммы. Все это должно было создать полноценную киноиндустрию в России, наступить на горло голливудским блокбастерам, увеличив посещаемость отечественных картин. Но даже получая существенные средства, а это миллионы и миллиарды рублей, отечественный кинематограф пока что не производит такие фильмы, которые бы имели успех за пределами нашей страны. Даже при том, что некоторые получают награды на престижных кинофестивалях, как, например, «Рай» Андрея Кончаловского. А порой такую чернуху финансируют, что волосы дыбом. Мотор, хлопушка, танцы, хохот, вадыми! За месяц сняли самый лучший фильм, очень лучший фильм, суперфильм! У всех, кто это видел, в душе родилось фу! Уж лучше Жеки Чанам про кун-фу! Да наш народ, ой, наш народ, на эту лажу, безусловно, эту лажу, безусловно, не пойдет! Смотрите сами. При выходе в прокат новой части популярной эпопеи «Звездные войны» залы во всех кинотеатрах города несколько дней подряд были битком набиты. На фильм «Катастрофу Роланда Эмериха-2012» стояли очереди. Билеты были раскуплены на три дня вперед. Цифры цифрами, а никогда еще российское кино не было таким массовым источником приколов и пародий, как в последние годы. Российское кино, оно как фея крестная из «Золушки». Мы ждем от нее чудес, а получаем лишь тыквой по голове. Премьера российского кино – это как концерт Влада Сташевского. Афиши висят, а никто не приходит. Чтобы снять кино в Российской Федерации, достаточно быть просто Михалковым. Да, Никита Сергеевич Михалков – излюбленный для критики персонаж российской киноиндустрии. И не безосновательно. Он уже давно примеряет на себя корону главного режиссера страны. А в фильмах тешит свое эго, показывая действительность, как через свою барскую усадьбу. Чего стоит вторая часть «Утомленных солнцем» с гигантским хронометражем. А его трехчасовой «Солнечный удар» с бюджетом в 24 миллиона долларов, не собравший в прокате и двух. А на фильмы Михалкова как народ ходил в последние годы? С интересом, но, наверное, все-таки мое мнение, Михалков уже свои лучшие фильмы снял ранее. Но не сборами едиными жива российская культура. Патриотическая направленность играет важную роль. Ряд фильмов про наших выдающихся личностей – Гагарина, Высоцкого, Харламова, снятые в последние годы, получились в разной степени удачными. Их интересно смотреть, даже если учитывать идеологический подтекст. Как обстоит дело с прокатом российских фильмов в кинотеатрах Северодвинска? Традиционно аудитория двух ведущих кинотеатров города – Россия и Родина – различаются. У нас доля российского кино в целом по стране и у нас в кинотеатре в частности – это примерно около 18%. Из последних фильмов этого года хорошей посещаемостью, наверное, стоит выделить «Экипаж», который прям вот затмил все остальные российские хиты этого года. Также у нас традиционно в новогодней битве участвует российский анимационный блокбастер. В этом году был Иван Царевич и «Серый волк 3», а в следующем году у нас получается новая версия «Богатырей». Это традиционно то, что всегда привлекает зрителей. В общем, повод для оптимизма есть. Вот стал же российский фильм «Экипаж» одним из самых кассовых за последние годы, взорвав прокат. Благодаря тому, что 2016 год – все-таки год российского кино, в этом году у нас режиссеры порадовали картинами российского производства, которые мы с удовольствием берем к себе в прокат, потому что они находят отзыв у нашего зрителя. Если сравнивать, допустим, с посещаемостью российских фильмов прошлых лет и этого года, то, конечно, есть как и более сильные проекты, так и более слабые проекты. Но это как в принципе везде, как и в зарубежном кино, как и в нашем отечественном. И если, допустим, говорить вообще о картинах в целом, то надо понимать, что есть кино для того, чтобы высказаться, а есть кино для того, чтобы заработать. Если мы будем говорить о режиссерах, как Михалков, Бондарчук, то, конечно, это фильмы коммерческие, это коммерческие проекты, они направлены на то, чтобы окупиться, чтобы заработать. А если, например, мы возьмем авторов, как Вера Глаголева, Рината Литвинова, это авторское кино, которое не соберет большой касс, но тем не менее оно тоже очень интересно, и с удовольствием бы мы его использовали в своей сетке прокатной. Получается, не все так плохо в государстве российском. Тем более, по-прежнему в строю мэтры еще советского кино. Станислав Говорухин, Владимир Хатиненко, Владимир Бортко и другие. Есть и молодые режиссеры, которые снимают элитарное кино не для всех. И все-таки главный фильм года, и, может быть, даже всей новейшей российской истории, еще не снят. Поживем? Увидим. Это главная драма года. Русский триллер на миллион. С рокового того восхода не видались она и он. С вами были Владимир Тикус и программа «Медиаполе». Редактор субтитров А.Семкин